Вы, насколько мне известно, не совсем согласны с этой ситуацией и очень хотелось бы узнать. Мне эта ситуация не очень понравилась по многим параметрам. Во-первых, самое главное, что вот это вот слово «креативное мышление», развитие креативности, оно, к сожалению, уходит в народ. То есть, как многие слова у нас в русском языке, когда они уходят в народ и понимаются по желанию. И вот сегодня я пойму это слово «так», а завтра я «так», то оно, в общем, перестаёт существовать в профессиональном лексиконе, и оно перестаёт значить то, что оно значит на самом деле. Креативное мышление – это не то, когда ты можешь выдать, как бы это сказать, рандомный ответ. Рандомный, ну, в смысле случайный какой-то, такой генератор случайных ответов. Нет. Креативное мышление, когда ты способен развить свою мысль. Когда ты способен не только придумать, но и увидеть основания. Ну, вот очень хороший пример – это когда ты выдумываешь такого совершенно невозможного животного, там, с рогами, когтями, там, розовой шерстью и прочее разное, а потом не просто его выдумываешь как факт, а ещё придумываешь такой мир, в котором вот только такое существо может существовать. Вот это креативное мышление. Ты мало того, что любознателен, ты ещё способен генерацию идей, ты способен развитие этих идей осуществить, да, вот просто как у тебя установка. И ты должен довольно долго держаться этой идеей. То есть не просто её придумать, выдать, но ещё и какое-то время заниматься, развиваться ей. Это всё не про этот случай, это всё просто про случай, что человек налал на какой-то непонятный, неизвестный нам вопрос, я до сих пор не знаю, что было за задание. Говорят, что было вроде что-то, кто положительный персонаж в басне «Воронная лисица». Ну, очевидно, да, какой-то такой вопрос был. Ну, правильный ответ, как мы понимаем, никто. Ну, не потому что я вот сейчас буду в позиции такого ретрограда, который вот говорит только так, а нет, а потому что я, как филолог, если нет в тексте того, чего в него пытаются вписать, не надо это туда вписывать. Плохая интерпретация – это та, которая интерпретирует несуществующее. С этой точки зрения, конечно, эта история мне не нравится. Плюс мне не нравится то, что ребёнку не указывают на его ошибки те люди, которые его поддерживают. Хотя это прям, ну, я не знаю, я даже не знаю, как сказать, что это основа основ. Если ты хочешь человека поддержать, ты сначала ему скажи, всё, какое он замечательное, всё у него получилось, всё классно, а потом скажи, слушай, а вот здесь круто было бы сделать, допустим, как-нибудь иначе, что-то такое. Мы говорим про формирующую оценку человека, формирующую оценку ученика. То, чего очень мало в школе просто потому, что оно требует как бы другого угла зрения самого учителя. Я не говорю, плохо это или хорошо, но так оно пока есть. И, честное слово, оно меняется в лучшую сторону, но никак, оно меняется в другую сторону. Для этого есть определённая технология, педагогическая именно, то есть когда учителям объясняют, как работать с этой формирующей оценкой. Это не так просто, как кажется. Нельзя просто взять, знаете, как это, как у меня такое есть, нельзя просто взять и. Так вот, нельзя просто взять и начать писать обратную связь ученику. Ну, потому что ему нужна оценка реальная в журнал, потому что так работает. Ну, вот оно так. Ну, что ж теперь. Поэтому есть учителя, которые тратят себя, тратят свои силы, свои нервы, глаза и пишут каждому ученику под каждой работой. Слушай, вот это было круто. Спасибо тебе за это. Но когда же ты научишься, наконец, писать, кажется, без мягкого знака. Так же нельзя. А как вы относитесь к тенденции, которая вот в последнее время появилась, когда в сеть попадают вот эти фотографии тетрадок с оценками учителей, которые зачастую выкладывают то родители, то сами дети? Ну, ученики, да, ученики. И тут мы переходим к еще одной важной части вот этого всего процесса, который называется формирование, ну, оно называется так официально. И я прошу простить мой сленг сотрудника высшей школы экономики, называется это компетенциями и обозначается как формирование навыков 21 века. То есть у нас выявлено в какой-то момент, что решающими для людей, которые будут жить, ну, как бы для сегодняшних детей, для подростков, являются следующие навыки или компетенции. Это креативность, кооперация, критическое мышление и коммуникация. Это реальные термины. У них есть реальное описание. Я вот сейчас его проводить не буду. Соответственно, есть то, что входит в понятие вот этих компетенций, потому что это не слова, которые я вот как бы ради красного слова целопотребляю. Соответственно, раз это термины, есть понимание того, что вот этот случай, он как бы по всем четырем этим критериям вполне раскладывается. Вот, например, критическое мышление. Оно подразумевает, во-первых, анализ, а во-вторых, самоанализ. Самоанализ не провел никто. Не тот, кто выложил, не тот, кто дальше решил комментировать это все каким-то образом, в определенном ключе. Креативность проявил тот, кто выложил, потому что это развитие какой-то новой идеи. Новая идея состоит в том, что я не согласен с оценкой. Но в то же время коммуникацию не проявил опять-таки никто, потому что никто не поговорил с учителем и не сказал, слушайте, ну как-то так, ну как же так, давайте поговорим, давайте выясним. Нас это не очень устраивает. Ну и, соответственно, кооперация, да, все сложились, сестра выложила в Твиттер, все остальные разнесли, там, не знаю, все сыграли. Единственное, что все сыграли, на то, что Олег Сирота выложил свой пост, опубликовал его и был молодец. Еще в комсомольской правде, еще там, еще, еще, еще. Вот теперь это разнеслось. Но, к сожалению, это никак не помогает ребенку самому, вообще никак и ничем. Ничем это не помогает учителю, учителю теперь влетит по многим инстанциям, есть мое такое мнение частное, вот. Эту ситуацию никак не решила, никто не сделал никакого вывода, кроме того, что можно выкладывать фото в сеть и ждать, когда все начнут по этому поводу очень много обсуждать. Ну вот, значит, выкладываются какие-то фотографии из тетрады, сейчас дистанционное обучение. Можем ли мы сказать, что это часть процесса формирования новой коммуникации, например, в системе образования, в том числе в образовательном процессе, и к чему-то это должно прийти? Нет, потому что коммуникации-то не происходит. Они же общаются, ну, дети общаются не с нами, учителями, они общаются сами с собой. Что мешает им показывать друг другу тетрадки на переменке, сложно сказать. Может, потому что у нас дистанционное обучение сейчас. Может быть. Это не формирование новой компетенции, это, наоборот, это развитие худшего, что может дать сеть. Да, вот этой односторонности. То есть учитель-то не отвечает, а если учитель не отвечает, коммуникации нет. Ну, это в любом процессе так. Учить детей не слышать вторую сторону – это прям вот лучший пример, кажется. Потому что в коммуникации-то двое участвуют, ну, или сколько там сторон, может быть, десять там сторон. Но все должны каким-то образом проявить себя, сказать, выявить. Это, кстати, большая проблема современная. Продолжение следует...